Алексай Океан, политолог, присоединяется к нашему эфиру. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Отталкиваясь от сюжета страшного, который мы только что видели. Ну, уже всему миру все понятно. Уже Главное управление разведки Минобороны Украины говорит о перехваченном приказе по телефонам военным удалиться с территории Каховской ГЭС незадолго до взрыва. Данных уже очень много. Почему до сих пор мы наблюдаем вялую реакцию мировых институтов? Почему молчит ООН, миссию которого нагло, просто цинично не пускают на оккупированные территории? И таких примеров можно приводить большое количество, о них говорит даже президент Украины Зеленский. Ну, здесь у меня есть два ответа. Один более хороший, один более плохой. Начну с хорошего ответа. То, что мир не поддался на эту ситуацию и не изменил свои стратегии по поддержке Украине и по помощи Украине в победе над Россией, это уже является ответом. Поскольку, безусловно, когда случаются такие трагедии, катастрофы, они направлены, имеется в виду техногена, когда их создают, они направлены на то, чтобы вызвать шок. И Путин в данном случае хотел сломить таким образом, в таком ли масштабе или в меньшем масштабе Россия планировала данный взрыв. Но, тем не менее, они минировали дамбу и угрожали подрывом ее, и в результате подорвали. И это политическая задача здесь. Это сломить дух к сопротивлению. Если не украинцев, тут я думаю, что России уже прекрасно поняли, что это невозможно сделать, то прежде всего на Западе остановить украинское наступление, чтобы не давали оружие, чтобы спохватились за голову и сказали необходимые переговоры с Россией, необходимо некое гуманитарное или какое-то другое перемирие. В общем, дали Путину передышку и создали пространство для того, чтобы Россия могла внести сумятицу в ряды поддержки Украины. Этого не произошло. И это уже самый громкий ответ, который был дан. То, что даже такая ситуация, она не изменила решительности и решимости мировой поддержки Украины. Ну и негативный ответ. Мир не готов идти на дополнительную эскалацию сейчас. Если признать всю ужасность ситуации, назвать все своими именами, то это предполагает потом не менее значимые ответные действия. Ведь, условно, вы избиратель Байдена, избиратель Макрона, избиратель Германии или в другой любой стране, когда услышит от своих лидеров, что да, мы знаем четко, это сделала Россия. Последствия этого вот такие, такие, такие. Он тогда ожидает от них, как от лидеров, что они не только выступят декларантами, но они будут и в роли, условно, Байден в роли судьи, который сказал, постановил преступление, но должен же тогда сказать и наказание, и что за это должно быть Путиным. Но мир сейчас не готов идти на некие решительные шаги, ведь у Путина есть ядерная боеголовка. Ведь ситуация сейчас идет по стратегии простонародья, которую называют варенье лягушки. Либо тысяча порезов, от которых должен противник истечь кровью, но при этом не идти в лобовую против него. И, соответственно, те механизмы, которые задействуются, они постепенно закручиваются и будут усиливаться. И санкции, и поддержка Украины будет большим вооружением, и поддержка в построении международной коалиции по изоляции России, она также наращивается. Поэтому здесь мир просто не поменял своих планов. Ведь на сегодняшний день он действует и так на грани своих возможностей, не теряя, скажем, единства, не подмывая его критическим образом. Ведь мы понимаем, что любой резкий шаг на Западе сразу же начинает вызывать трещины и скрип, и без того достаточно изношенных и архаичных, созданных во времена холодной войны, безопасностных институций. Если бы миропорядок был действительно силен и дееспособен, то мы бы сейчас даже не говорили о том, почему Путина не притягивают к ответственности. Так как Путину бы не удалось пойти на эту авантюру, ведь она была бы остановлена еще на самом старте, еще на самой подготовке. Если бы мир был бы действительно настолько безопасным и сильным, как это задумано. Но мы видим, что коллективная и глобальная система безопасности проявила свою дефолтность, и, соответственно, то сейчас, с чем мы имеем дело, это уже следствие более глубинных проблем, над которыми сейчас идут размышления и работа. По поводу позиций некоторых мировых держав в Бразилии и Индии. Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак встречался с высокопоставленными чиновниками этих стран с целью переубедить их присоединиться к мирному плану президента Зеленского, который предполагает в первую очередь вывод всех войск Российской Федерации с территории Украины. Можете объяснить, чем важны такие встречи, и какие вообще позиции, на каких позициях стоят власти Бразилии и Индии, почему так сложилось, и каковы перспективы действительно их подключить к плану Зеленского? Очень комплексный вопрос, на самом деле. Я не уверен, что в него можно ответить в таком телеграфном режиме. Первая часть вопроса. Собственно, почему Украина так акцентирует внимание и почему хочет привлечь в страны глобального юга? Видите, Украине это выгодно и необходимо, потому что коллективность с тем безопасным, как я уже сказал, проявила свои слабости. И они касаются не только Украины. И борьба в Украине сейчас без пафоса абсолютно идет за будущее, мир, порядок. Будет ли мир более безопасным, либо мир скатится в вяло текущую, либо, не дай бог, горячую Третью мировую войну сразу же по окончанию Российско-Украинской. И, соответственно, в глобальном путюге также значительная часть этих проблем понятна. Ну, например, что страна без ядерной боеголовки, когда ей угрожают ядерным оружием, она оказывается беззащитной. И, соответственно, тут механизмы, которые бы предполагались, к тот же Будапештскому орандуму и другие, к защите таких государств, оказались неидееспособными. Или, например, шантаж продовольствием, который является абсолютно неприемлемым, но, тем не менее, мир тоже ничего с этим сделать не может. И привлечь к ответственности, остановить манипулирование этим. Либо, например, демографическое замещение, пересмотр границ, прикрытие лингвистическими и какими-то другими идентичностными вопросами своей иридентичной, так называемой, войны, то есть прикрытой войны. И многие другие вещи, эти вызовы, они звучат эхом в разных уголках мира. И, соответственно, когда мы говорим о них, в разрезе Российско-Украинской войны мы можем выходить шире и глубже, вставить эти вопросы не только перед Россией и перед тем, как завершить Российско-Украинскую войну, но и перед миром, как создать действенные механизмы, чтобы не допускать подобного и чтобы защищать в таких ситуациях и реагировать на них, вне зависимости, будет ли это Россия, либо будет ли это какое-то другое государство, которое попробует попытать судьбу и пойти на подобную авантюру где-нибудь в другой точке мира. Соответственно, Украина начинает диалог своими предложениями о десяти шагах к миру, десяти позициях. Диалог о том, каким должен быть мир для того, чтобы он был способен, где и способен на подобные ситуации реагировать. И это, конечно, касается и глобального юга в том числе. Индия, Бразилия, ряд других стран, как Канада, как Япония, страны, которые являются крайне влиятельными и западно ориентированными, и с глобального юга. Это страны с большими экономиками, страны с серьезными геополитическими возможностями. И, соответственно, Украине, конечно, заполучить их для того, чтобы это предложение Украины было репрезентативным по отношению к миру, очень важно. Поэтому их будут, пытаются, скажем, привлечь в отдельных позициях. Эти пункты не являются чем-то монолитным. Это лишь предложение к дискуссии, которое будет вынесено на форум мира, который инициируется Украиной. И, соответственно, эти страны могут принять участие в конкретных вопросах либо в отдельных частях этой повестки, те, которые для них более актуальны. Фактически Украина таким образом понимает, что спасти Украину можно только спасая мир. И Украина готова, как минимум, называть вещи своими именами и, как минимум, очерчивать правильный диагноз для того, чтобы всем миром искать на него решение. Олег, давайте о другом диалоге, за которым наблюдает без преувеличения весь мир, о попытках этого диалога Китай и Соединенные Штаты Америки. Визит Блинкина к Си Цзиньпину. Что вы увидели? Какой прием? И насколько тревожным для Украины может быть тот факт, что в первом резюме их встречи не было ни слова об Украине? Это абсолютно нормально. И этот визит не происходил относительно Украины. Украина к красной линии, понятное дело, что проходит и пронизана в ней вся дискуссия. Но предметом разговора было абсолютно не это. Предмет разговора – это, по сути, общие интересы Соединенных Штатов и Китая, где они могут сотрудничать. Как насытить это общей повесткой? Ведь лучше взаимодействовать, нежели враждовать. Второе – это вопросы, по которым есть разногласия и принципиально соглашаются на том, что эти разногласия непреодолимы. И, соответственно, по ним продолжается конкуренция. Либо часть этих вопросов просто выносится за скобки и, соответственно, они входят в категорию, скажем, табуированных. И третье – это правила игры, в рамках которых происходит данная конкуренция. Китай прекрасно понимает, что они горячую войну сейчас не тянут. И это не в их интересах. Соединенные Штаты также понимают, что для них противостояние с Китаем военное не является на сегодняшний день решением. Соответственно, обе стороны прекрасно для себя осознают, что необходимы некие правила игры, а-ля холодная война, либо, может быть, даже некая более сближенная, скажем, позиция, нежели холодная война, даже, можно сказать, не холодная война, а холодный мир между Соединенными Штатами и Китаем. Это фактически встреча о правилах игры. Один из элементов, например, которым могу сказать как предположение или как гипотезу, даже с неким, скажем, конспирологическим флером. Но то, что Байден давеча заговорил об возможности применения России тактической одного оружия, в этом я слышу не только избирательную риторику, показания в сравнении с рекой, которая не представляла себе, что может пересохнуть, а, собственно, она пересохла, и Байден таким образом и о яденном оружии приводит аналогию, что вот Гаврииле считали сумасшедшим, а ведь может. Это не только о том, что он прозорлив и сведущий, и, соответственно, тот лидер, который нужен сейчас Соединенным Штатам на противовес Трампу, который, наоборот, импульсивен, эмоционален и, в общем, не способен просчитывать такие длительные конструкции, а ощущение пытается такое создать господин Байден избирателям. Но, кроме этого, это может быть связано и встречей Блинкена с Си Цзиньпином, ведь ядерная тематика – это то, что объединяет сейчас интересы Соединенных Штатов и Китая. И Китай и Соединенные Штаты конкретно черным по белому говорили, что для них неприемлемо применение ядерного оружия, неприемлема риторика относительно ядерного оружия времен Холодной войны, угроза его применения, и неприемлема угроза ядерным шантаж, ядерным оружием по отношению к неядерному государству. Китаю тут можно расписать очень четко, почему это невыгодно. Поверьте, невыгодно по всем параметрам. И, соответственно, вполне вероятно, что Соединенные Штаты и Китай могли нащупать совместную позицию и донести ее Кремлю относительно того, какой будет совместная реакция на применение ядерного оружия России. И, соответственно, Байден сейчас этим может опубличивать частично данную тематику и начинать ее использовать во внутренней политической борьбе в Соединенных Штатах, в частности, понимая, что Россия уже проинформирована о том, что ее ждет. И, соответственно, у Байдена здесь может быть внутренняя политическая победа и подготовка собственного электората к разыгрыванию этой карты. Ну и давайте обсудим еще предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе 11 июля. Он должен состояться. Получит Украина приглашение или какой-то четкий сигнал, хотя бы которого ожидает украинская власть или нет, скоро узнаем. Но перед этим появляются новости. Вот, например, Франция теперь поддерживает членство Украины в НАТО, чтобы повлиять на Россию. Как вы думаете, чего стоит ожидать от этой встречи, которая вскоре состоится? Пока это журналисты говорят из-за здания «Лемонт», но ссылаются на свои источники в правительстве. Ну, я могу сказать, что я по своим каналам также пытался узнать, и мне подтверждают то, что действительно есть некий слом внутри. Мне прямо не было сказано моими коллегами, которые работают с внешнеполитическими, скажем, структурами Франции, что да, точно, но был четкий намек на то, что действительно. Поэтому я с оптимизмом, конечно, жду данного решения, но действительно, давайте дадим время. Встреча, саммит, НАТО, безусловно, не... НАТО сейчас не может себе позволить сказать некую слабую позицию. В этом для нас хорошая новость, что решение саммита должно быть все равно, как минимум, символически достаточно серьезным, для того, чтобы не дать пас Путину и не сделать грязную работу за него. Здесь всем это абсолютно очевидно. С другой стороны, на конце этой линейки находится единство самого НАТО. НАТО очень негомогенно внутри, есть разные позиции, и, соответственно, добиться консенсусного решения, а ведь это и будет демонстрацией силы, не так легко. Поэтому в поисках консенсуса все время снижается решимость, решительность и значимость того заявления, того предложения, которое НАТО готова сделать Украине. И это постоянно идет соизмерение с попытками расширить пространство возможного, но при этом сохранить консенсус внутри самого НАТО. Украина дала три трека. Первый трек — это вступление в НАТО, второй трек — это насыщение программ сотрудничества Украина-НАТО, и третий — это гарантии безопасности. Это сообщающиеся сосуды. Соответственно, если где-то будет меньше, то необходимо это компенсировать. Я думаю, что мы услышим определенные прорывные вещи относительно сотрудничества Украины-НАТО, относительно гарантии безопасности рассматривается на столе вариант а-ля израильский до момента вступления Украины в НАТО. И тут Украина на этом акцентирует внимание, что сценарий партнеров вне НАТО для Соединенных Штатов и, возможно, некой коалиции внутри самого НАТО, стран, которые готовы идти в более серьезные союзнические отношения с Украиной, не должно быть замены вступления в НАТО. Но как транзитный период, как гарантии на период вступления, действительно, это может быть прорывной вещью для Украины, так как гарантирует получение ресурсов и возможностей доступа к технологиям и развития военно-промышленного комплекса вместе с партнерами на некий определенный и понятный горизонт. Это будет 5 или 7 или 10 лет. Это как раз на сегодняшний день является переменной, которая меняется, это всегда, на которой идут дискуссии. Но это может быть хорошим прорывом. То, что Байден говорит, что Украина автоматически не вступает в НАТО, поскольку есть целый ряд требований, которым необходимо соответствовать для того, чтобы быть в НАТО. Это также, пускай, с одной стороны, отрезвляющий душ для Украины, но, с другой стороны, это внесение внятности, что Украину будут приглашать, и Украине действительно продекларируют данное приглашение и готовность взять Украину в НАТО. Но не без условий. И эти условия, конечно, будут выставлены. И, соответственно, сейчас, период, пока мы еще не в НАТО, необходимо максимально использовать для того, чтобы синхронизироваться, прежде всего, в вопросах правосудия, в вопросах коррупции, других, которые являются ахиллесовой пятой Украины сейчас в отношении вступления в НАТО. Ведь в военном плане мы уже действительно синхронизированы, порой даже больше, чем ряд других стран, которые внутри самого НАТО. Ну что ж, будем надеяться, что Франция станет 21-й страной, членом НАТО, которая дает Украине зеленый свет. Остается еще 10 стран. Понятно, что впереди титаническая работа, но мы верим в ее успех. Спасибо вам огромное. Алексей Океан, политолог, присоединялся к нашему эфиру.